В Турции сейчас происходят очень интересные события. Турция, так же как и Россия, расколотая нация. Примерно половина населения Турции стоят на традиционалистских, исламских позициях и поддерживают, соответственно, действующую власть. Примерно половина стоит на позициях так называемого Кемали-Ататюрка, светской власти, поддерживают армию и выступают против того, чтобы совершался исламский поворот в сторону каких-то традиционных ценностей, как это делает премьер-министр Эрдоган. И, конечно, там не было никаких экологических протестов. Это был чистый повод, просто такой мобилизующий фактор, который очень важный урок для России, что на самом деле поводом для массовых выступлений может быть что угодно. Это может быть дорожно-транспортное происшествие, это может быть градостроительный конфликт, это может быть техногенная катастрофа, это может быть текущая труба, это может быть любой фактор невнимательности власти к своим гражданам, вот как это сейчас происходит в Турции. Чем это дело закончится, непонятно. В отличие от России, где это только нарождающийся средний класс, который выступает за свои права, в Турции восставших поддерживает реально армия, поддерживает часть силовых структур, которая традиционно стоит на светских позициях, на кемалийских позициях. И поэтому я думаю, что в Турции довольно большая вероятность, что это приведет, если не к смене власти, то к серьезной коррекции курса.